Всем приветик! Сегодня моё видео будет посвящено Канаде. Очень хочу поговорить на тему переезда в Канаду именно в данный момент. Почему это сейчас так актуально? Я хочу выделить один очень важный пункт в иммиграционной системе Канады, который в большинстве случаев отсутствует у других стран. Канада вообще приглашает мигрантов со всего мира, и Канада разрабатывает специальные миграционные программы, где она выставляет четкие критерии для приезжих. Для того, чтобы приехать в Канаду на ПМЖ, то есть я замечу сразу на ПМЖ, то есть человек, который едет, он получает не ПМЖ, а есть возможность получения сразу статуса постоянного жителя Канады. И существует ряд программ, по которым четко прописаны критерии. То есть человек, который подается по одной из программ, это федеральные, провинциальные программы, либо это система экспресс-энтри, может быть это программа для самозанятых, self-employed. И там есть определенные критерии. И человек на начальном этапе, когда он подготавливает пакет документов совместно с адвокатом, он уже может предварительно посчитать свои баллы и сделать оценку шансом. И здесь очень важный момент. То есть при подаче документов, если кандидат соответствует всем необходимым критериям, то есть отказ здесь невозможен. Здесь отсутствует фактор, как в большинстве случаев это на усмотрение консула. То есть очень многие страны, в частности это страны Евросоюза, выдавая студенческие, рабочие, волонтерские визы, присутствует фактор усмотрения консула. То есть если консулу вдруг что-то не понравилось в пакете ваших документов или при личном общении, при собеседовании, он просто ставит вам отказ. И дальше там вы можете апеллировать, можете подаваться заново, то есть либо вообще ничего не делать там и оставаться у себя в стране. А здесь именно этот вариант развития событий, он отсутствует, поскольку здесь нет такого, что консул принимает решение на свое усмотрение. То есть здесь необходимо соответствовать определенным критериям. Если это балловая программа, то необходимо набрать определенное количество баллов. Если же система баллов отсутствует, будут выдвинуты другие критерии, которым должен соответствовать соискатель. То есть если мы говорим о самых минимальных критериях, которыми должен соответствовать соискатель, это конечно же знание английского языка. Знание английского языка должно быть минимум на уровне 4.0. Там 4.0, 4.5, если мы говорим о джикале IELTS. И должен быть обязательный сертификат. Здесь я привожу в пример провинциальные программы для, собственно говоря, работников без высокой квалификации. При этом я хочу заметить, что уровень языка 4.0 в состоянии, в принципе, сдать экзамен практически каждый, кто, скажем, начнет заниматься с репетитором или с помощью какой-то программы изучать английский язык. То есть это не является чем-то непреодолимым, это не какой-то сверхсложный экзамен, то есть это минимальное требование для минимального коммуникативного общения на английском языке. То есть если вы планируете приезжать в страну с целью работы, вам, конечно же, потребуется язык. Поэтому, я думаю, в любом случае, соискатель начнет его изучать. Этот пункт не должен являться устрашающим моментом к вашей цели переезда в Канаду. Далее, если мы говорим о переезде через работодателя, то здесь в большинстве случаев вы должны будете подтвердить документально опыт вашей работы. И минимум это один год. Здесь опять возникают некоторые страхи, что если люди по каким-то причинам работали без трудовой книжки, там, может быть, либо по гражданско-правовому договору, может быть, по еще какой-то форме договоренности, опасаются того, что опыт может быть не подтвержден. Данные вопросы я бы вам рекомендовала обсудить именно с миграционным адвокатом, потому что существует различное количество форм и заявлений, с помощью которых работодатель может подтвердить то, что вы у него работали, приобрели определенный опыт, работали в конкретной должности и выполняли какую-то работу какое-то определенное количество часов. Может быть, несмотря на отсутствие договора, работодатель вполне может сделать какое-то письменное заключение, которое сможет помочь вам в миграционной процедуре. То есть эти моменты необходимо будет обязательно обсуждать с адвокатом, и хороший адвокат найдет выход из положения в случае, если вы затрудняетесь в подтверждении вашего опыта. Вот два основных критерия. Два основных критерия — это наличие опыта работы и знание английского минимальное. При этом, если вы являлись индивидуальным предпринимателем или у вас была собственная компания, и вы получали опыт с помощью ведения собственного бизнеса, этот вариант тоже вполне подходит. Дальше хочу заметить, что если вы настолько боитесь вообще теста, что вообще не знаете и никогда в жизни не сталкивались с английским языком, и вы подразумеваете, что будет очень сложно выучить его на территории вашей страны, то есть не окунувшись именно в англоязычную атмосферу, тогда стоит рассмотреть вариант переезда в Канаду через обучение. То есть это могут быть как языковые курсы, так и профильные курсы, так и колледжи, и высшие учебные заведения. Все зависит от критериев изначальных и желания. Если нет знания английского, то есть смысл начать изучать английский язык именно в Канаде. Здесь сделаю пометку, что для тех, кто едет в Канаду с целью изучения языка, конечно, обязательно нужно будет показать наличие денежных средств на собственное содержание. Основные моменты, наверное, я вам рассказала. Еще раз хочу заметить, что в принципе Канада может подойти абсолютно для любого соискателя. Канада принимает как обычные рабочие специальности. Также она открывает двери для самозанятых. Единственный круг самозанятых лиц ограничен. Это должны быть деятели культуры и искусства, либо же спортсмены. Также в Канаде существуют инвестиционные программы, программы переезда через бизнес. Множество возможностей, конечно же, для студентов, как я уже упомянулась ранее. То есть выбор на любой вкус, скажем так. Еще замечу, что почему я начала говорить, что это актуально именно сейчас, потому что в принципе закрытые границы, они не являются помехой, поскольку первым этапом всегда происходит это подтверждение ваших дипломов. Большинство дипломов из постсоветского пространства признаются в Канаде. Единственный момент, что нужно будет пройти нострификацию, и после этого ваши дипломы будут признаны в Канаде. Это занимает определенное количество времени. Также, если вы едете через провинциальную программу, поиск работодателя, составление резюме, подготовка и сдача IELTS тоже занимает какое-то время. Поэтому пока сейчас существует какая-то неразбериха закрытой границы или еще что-то аналогичное, вы можете заняться подготовкой пакетов ваших документов. И когда ситуация в стране стабилизируется, а я больше чем уверена, что она стабилизируется, вы уже будете с готовым документом готовы выезжать в Канаду на ПМЖ. Поэтому, друзья, если эта информация была для вас полезна, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я отвечаю на все комментарии лично. И очень благодарна за то, что вы поддерживаете и пишите ваше мнение. Также, даже если есть те комментарии, которые в чем-то не согласны, у кого-то есть какой-то опыт и они хотят рассказать, я всегда приветствую, никогда не удаляя никаких комментариев. Только за, чтобы вступить в дискуссию с моими подписчиками и зрителями. Поэтому, друзья, всем пока, до скорых встреч!